Здравствуйте! В эфире новости 4 из Абайкальского края на первом независимом канале ЗАП-ТВ. Спонсор выпуска новостей – магазин «Планета одежда и обуви». Студия Анжелика Понебрашина. И вот о чем сегодня пойдет речь. Последнее обсуждение главного экономического документа города – заседание Комитета по налоговой и бюджетной политике перед принятием его думой. То нет денег, то некому строить. А ЗАП-ТВ всегда что-то мешает, чтобы обеспечить жильем детей-сирот. Как результат – ЗАП-ТВ в аутсайдрах. Все подробности в выпуске. А теперь найти другие темы более подробно. В Краевой прокуратуре состоялось заседание коллегии с участием органов власти. На повестке дня больной вопрос – обеспечение жильем детей-сирот, а также вопросы защиты их жилищных прав. А вот их в Забайкале как раз-таки и нарушили. Сегодня без положенной крыши над головой почти 7 тысяч детей-сирот, совершеннолетие которых прошло давным-давно. Екатерина Шишкина сиротой стала в 17 лет. В очереди на получение квартиры оказалась только в 2019 году. Сначала не знала о том, что положено ей по закону, а после не могла доказать, что стала сиротой до своего совершеннолетия. Сегодня она вместе с семьей ютится в маленькой съемной квартире на окраине города. Предоставление ей положенного жилья не ускоряет даже решение суда. Наоборот, женщину из очереди на квартиру то и дело откидывает назад. Если, допустим, еще месяц назад у меня судебная очередь сдвинулась маленько, я была 501-я, сейчас 495-я стала по судебной очереди. А общая очередь у меня прибавилась на плюс 60 человек. То есть у меня следующее обновление будет в июне месяце. В июне, если она прибавится еще на 60 или на 100 человек, само собой, мне кажется, все, это бесполезно. На что мне соцзащита ответила, что с районов едут сироты, они не хотят жить в районах, они хотят жить в Чите. У них вечно то одна отговорка, то вторая. Последний раз я звонила неделю назад, мне сказали, пока мы 2018 год не обеспечим, вам жилья не будет, вы это понимаете. Нет жилья в регионе почти у 7 тысяч детей-сирот старше 18 лет. Из них больше 2000 имеют неисполненные судебные решения. Всего жилыми помещениями в прошлом году обеспечить удалось только около 200 человек. В этом и того меньше, чуть больше 100. В связи с чем Забайкальский край уверенно возглавил очередной российский антирейтинг. Причина – в казенном кошельке нет денег, чтобы обеспечить забайкальских сирот крышей над головой. На все расходы, которые необходимы для обеспечения жильем детей-сирот, необходимо более 28 миллиардов рублей. Грешить на нехватку денег краевые власти могут сколько угодно, да вот только проблема не в финансах. Даже если бы краевому правительству и дали нужную сумму, заветными квадратами дети-сирот в Забайкале не обзавелись бы. Например, в 22-м году на эти цели в бюджете было предусмотрено почти 800 миллионов, чтобы приобрести без малого 300 квартир. Однако освоить удалось чуть больше 600. И эта неудачная практика в крае повторяется из года в год. Для сравнения, в 20-м году не освоили 13 миллионов, а в 21-м почти 200. Ощущение, что чиновники попросту не могут или не хотят учиться осваивать бюджетные деньги. Зато функционируют их целые министерства. Во-первых, а, если даже 5,2 миллиарда будут выделять Забайкальскому краю для того, чтобы обеспечить полностью жилыми помещениями всех нуждающихся и состоящих в очереди, физически строительный рынок, так скажем, да, с учетом той технологии, которая сегодня предложена, где строительство Забайкальской краи не справится, потому что, а, у нас не выходят те самые главные льбы, так скажем, да, строительные отрасли в связи с тем, что им неинтересен этот процесс. А, во-вторых, как продолжает Инна Щеглова, застройщики опасаются за репутацию своей компании, а потому предпочитают ни в какие стройки не вмешиваться. На самом деле здесь сироты, которые сейчас у нас и выпускаются, и которые имеют действительно уже статус семейный и так далее, совершенно уже другие дети и могут абсолютно на равных правах вместе с нами, с другими жителями Забайкальского края существовать во всех жилых помещениях. То есть это такой стереотип, его нужно, безусловно, ломать. Правильно, ломать, а не строить для них так называемые сиротские анклавы, как это принято в Чите. Сироты в городе живут коммунами, передвигаются скопом. Также вместе дебоширят по вечерам. К примеру, сиротское гетто создали в микрорайоне молодежный в поселке КСК, после на улице Магистральная. Дома здесь расположены впритык друг к другу. По мнению краевых властей, это компактно, однако скорее бездумно. Как дурной пример улица Казачья, поселок Антипеха. Это постоянные разгромы подъездов, дверей, подоконников, то есть вообще всего. Все окна побитые на каждом этаже подъезда. Не берегут люди, захламляют, разбивают. Надо как-то разбавлять контингента. И сирот, и обычных людей как-то заселять, чтобы они в одной куче все жили. Чтобы они смотрели, был у них пример перед глазами. Кроме того, как отметили на заседании коллегии, с начала 21-го года в регионе было выявлено более 600 нарушений в сфере предоставления жилья. Также было рассмотрено около 400 жалоб. Более 100 жилых помещений для детей-сирот не введены в эксплуатацию в Чите, Более, Борзе, поселках Ясногорске и Агинском. И это несмотря на то, что истекли все сроки. И те процедуры, которые происходят по строительству и по закупке квартир, они, конечно, не отвечают реалиям. Имеют место факты срыва контрактов по строительству жилых помещений для детей-сирот, в том числе связанных с хищением денежных средств по отдельным районам. Также видим проблематику с тем, что процесс закупки жилых помещений и строительства сосредоточен в различных, скажем так, руках органов государственной власти и краевых учреждений. Полагаем, необходимо сосредоточить эти усилия, скажем так, в одних руках. Уже в ближайшее время краевая прокуратура совместно с контрольно-счетной палатой проверят законность расходования в 2022 году средств краевого бюджета, а также на местах оценят контроль над исполнением контрактов со стороны службы единого заказчика. Сирота Екатерина Шишкина предлагает свой вариант решения проблемы, который заключается в том, чтобы отдать нуждающимся брошенные квартиры и тем самым спасти в прямом смысле выброшенные на ветер краевым правительством деньги. У нас на улице Казачьей, где раньше давали детям квартиры, очень много брошенных квартир, очень много разгромленных. Ну почему не начать давать эти квартиры? Мы сами их отремонтируем, мы сами их в порядок приведем. Самое главное, дайте нам эту крышу над головой. Последние штрихи главному экономическому документу города на заседании Комитета по налоговой и бюджетной политике Городской Думы, депутаты рассмотрели бюджет городского округа Город Чита во втором и третьем чтении, позади публичное слушание, рассмотрение поправок и работа в комитетах. В процессе подготовки и проведения публичных слушаний поступили предложения к проекту бюджета от 14 граждан. Все указанные предложения, касающиеся непосредственно проекта бюджета, включены в рекомендации к публичным слушаниям, которые опубликованы на официальном сайте Думы городского округа. Рекомендации были проанализированы Комитетом по финансам администрации и включены в проект таблицы поправок. Однако включение предложения от граждан во всевозможные таблицы никак не гарантировало их исполнение. Татьяна Зеленская, председатель Комитета по финансам, администрации заверила, что заявки от граждан были услышаны и проанализированы, но изменений в бюджет не потребовалось. Часть из них, возможно, будет реализована за счет бюджета Забайкальского края. По большей части это вопросы ремонта дорог. После принятия бюджета данные мероприятия будут согласовываться с Министерством строительства ЖКХ и связи Забайкальского края. Поэтому мы ответы дали на данные вопросы. Изменения бюджет не потребуются, потому что рассмотренные предложения будут исполняться частично за счет текущего расхода, который в этих мусорных бюджетах. Часть мероприятий, касаемо по уличному освещению, будут проводиться. Вы знаете уже, что будет заключаться консессионное соглашение по уличному освещению. Эти мероприятия также будут включены в перечень работ по консессионному соглашению. Тем не менее, Максим Потапов посчитал нужным сделать акцент на поправках и предложил администрации города в течение первого квартала следующего года предусмотреть финансирование этих проектов и по мере возможности их выполнять. Отдельно депутаты и чиновники мэрии проговорили вопросы депутатских наказов от избирателей по наиболее важным моментам – пешеходным переходам на конечной остановке троллейбуса номер один в Каштаке. По строительству все-таки вот эта история получила свое развитие предложения по мосту, пешеходному. Мне здесь только такой полноценный развернутый ответ, что у нас сейчас данных отдельных нет. То есть я так тоже понимаю, что НКУ, городские дороги, комитетом городского хозяйства занимаются. То есть там сейчас этот вопрос, мы отрабатываем, тоже возможность это как бы. Ну, то есть сейчас это поддержано на всех уровнях, я так понимаю, да? То есть вот эти моменты, они сейчас еще смотрят, чтобы выйти уже, ну, на кончатку спортирующих, они работают. Вот эта история должна быть долгая, да, я знаю, я с ними разговаривал, и тоже им дал контакты, как бы, у людей, с которыми я по этому поводу говорю. То есть если это простой переход, это одна история? Заседание было недолгим. После короткого обсуждения депутаты комитета проголосовали за принятие проекта бюджета во втором и третьем чтениях и рекомендовали его к принятию на следующем заседании Думы. Вскоре чета получат еще один, по большей части, дотационный и дефицитный бюджет. В основных показателя доходная часть в сумме 12 миллиардов 322 миллионов рублей, расходная 12 миллиардов 443 миллиона, основная часть из которых пойдет на реализацию 14 муниципальных программ. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Евгений Погорелый. ЗАП-ТВ. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Евгений Погорелый. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Евгений Погорелый. Дарья Калинина, Юрий Житлухин. Дарья Калинина, Юрий Житлухин. Такого еще не было. Скидки до 50% на всю зимнюю коллекцию в магазинах Планета Одежды и Обуви. Ждем вас ежедневно на Журавлево 20, Фадеево 20, А, торговый центр Бумеранг и 1-й микрорайон 11, а торговый центр Караван, 2-й этаж. Внимание, новое поступление зимней коллекции. А вы верите в Деда Мороза? С видеонаблюдением от Технозет вы точно узнаете, что он существует. Улица Таежная, 16. Ректор ЗАБГУ Оксана Мартыненко отметилась на прошлой должности несколькими скандалами, после чего была переведена на работу в Читу. Об этом сообщается в письме председателя Объединенного Совета Студентов Дальневосточного Федерального Университета Азиза Аширова на имя ректора Дальневосточного Федерального Университета Бориса Коробца. Копия письма имеется в распоряжении редакции ЗАПРУ. Автор обращения сообщает, что в результате действия Оксаны Мартыненко, которая занимала должность проректора по учебной и воспитательной работе, была фактически разрушена система получения грантов на реализацию соцпроектов. По мнению автора письма, потери вуза составили тогда не меньше 15 миллионов рублей. Как ранее сообщили местные СМИ, новый ректор ЗАБГУ Оксана Мартыненко заявила о необходимости проведения кадровой реформы в вузе с заменой значительной части кадрового состава. Также есть информация об изъятии корпуса факультета строительства и экологии на Амурской, 15 и передаче его в муниципальную собственность по инициативе ректора. Краевой центр Забайкалья рассматривают в правительстве России для включения его в программу по большой модернизации дальневосточных городов. Об этом накануне рассказал помощник президента Максим Орешкин во время пресс-подхода. Есть большой проект модернизации дальневосточных городов. Сейчас ЧИТу рассматривают как один из городов, который будет представлен главе государства. Президент на стратегическом совете упомянул о дополнительном лимите инфраструктурных бюджетных кредитов в 100 миллиардов рублей. И, конечно, ЧИТа претендует на эти средства для реализации своих задумок и тех проектов, которые есть, заявил Орешкин. Как отметил спикер, ЧИТа находятся в очень благоприятном географическом расположении для развития взаимоотношений с Китаем и Монголией. Комиссия для банков-участников системы быстрых платежей при отправлении трансграничного перевода физическими лицами в пользу других физлиц теперь составляет 6 рублей. Решение утвердил Банк России. Налог будет платить финансовой организации, с которой осуществляется услуга вне зависимости от суммы перевода. На сайте регулятора уточняется, что эта мера не затронет ни отправителей, ни получателей. Между тем, комиссии для граждан за отправление денег будет устанавливать банк-плательщика с учетом его тарифной политики, а также рыночной практики. Порядок сбора платы за текущий ремонт, вывоз мусора, мытье подъездов, водоснабжение, отопление и другие жилищно-коммунальные услуги в России предложили изменить. В частности, переводить ее не сразу управляющей компанией, а на специально созданные счета. Как рассказала глава фонда Института экономики города Надежда Косарева, мера должна повысить контроль над деньгами граждан, направляемых на оплату ЖКУ. Выбрать такой способ сбора средств жителей смогут по желанию, для контроля будет необходим активный совет дома. Аналогичные банковские счета используются сейчас для аккумулирования взносов за капремонт, пояснила она. Помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин посетил Читу. Цель визита – осмотр объектов и знакомство с проектами, благоустройство, уличный кофе на театральной площади, запись в гостевой книге Краевого музея, посещение Датсана, совещание по развитию города и вечером общение с прессой. Забакайский край – это приоритет. Президент об этом говорил, выступая на прошлой неделе на Совете по стратегическому развитию. Есть большой проект по модернизации дальневосточных городов. Он постепенно набирает обороты. Президент уже по Петропавловску-Камчатскому проводил соответствующие мероприятия. Сейчас Читу мы рассматриваем как один из городов следующей партии для рассмотрения на совещании у главы государства. Президент в выступлении на стратегическом совете упомянул о дополнительном лимите инфраструктурных бюджетных кредитов – 100 миллиардов рублей на дальневосточные города. И, конечно же, Чита и Читинская генерация претендуют на эти средства для реализации тех задумок и тех проектов, которые есть. Городские и краевые чиновники провели так называемую предзащиту мастер-плана по развитию Читы. Итоги и оценки Максим Орешкин не подводил. Его приезд не инспекция, скорее знакомство. Мы слышали, что президент тоже упомянул Читу в своем выступлении на прошлой неделе. Сказал, что с точки зрения развития взаимоотношений с Китаем, с Монголией, Чита находится в очень благоприятном географическом положении. И, конечно же, должна больше извлекать для развития города, для благосостояния горожан, для качества жизни из-за того, что такой крупный торговый путь проходит через Читу. Поэтому все эти вопросы мы здесь подробно обсуждали. И экономические, и развитие социальной сферы, экологии, качества жизни. Все это то, что губернатор планирует выносить, если Чита будет отобрана для представления проекта развития главы государства. Логичные вопросы, и каковы шансы Читы пройти отбор? Еще то, соответственно, совещание у главы государства «Время» есть. Сегодня как раз по очень подробному. У нас было очень длительное совещание. Дома часа два мы потратили только на это совещание. Мы подробно с ведомствами проходили. Понятно, что какие-то моменты требуют доработки, большего влечения федеральных ведомств. Где-то регион должен доделать определенные элементы. Но общая картина, она в целом понятна, направления тоже ясны. Остается поработать для того, чтобы доработать, чтобы это было достойно представления главы государства. Пройдет ли Чита отбор – вопрос пока открытый. А развивать надо сейчас. Например, постройка кампуса для студентов-горняков. Кампус образовательный и использование горнорудной темы как… То есть кампус не сам кампус важен, да. Это важен как университет, работающий и напрямую вовлечен в работу с теми компаниями, которые работают на директоре из Байкальского края. Тоже очень важная история. Вот тема приземления доходов, обучения кадров, сапвалифицированных специалистов здесь в Чите, она тоже очень важна. Поэтому именно то, что может дать дополнительную поддержку, дополнительный толчок для развития экономики, оно как раз и находится в приоритете. Развитие и планы на Чайковского 8 добавляют позитива. Но Орешкин улетел, а суровая чатинская реальность напоминает о себе. Например, в комментариях на официальной странице Александра Осипова под постом о приезде высокого гостя. Сгнившие аварийные детские сады, бездомные сироты, еда от медфуда, недоделанная и разгромленная аллея Горького и многое-многое другое, что требует даже не развития, а хотя бы банального внимания. Вячеслав Барнинский, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ. Быть в топе лучших региональных СМИ по количеству подписчиков, просмотров, цитируемости и вовлеченности аудитории. ЗАП-ТВ наравне с телекомпаниями из крупных городов России по итогам независимых исследований, авторитетных изданий. Почему мы лучшие? Смотрите прямо сейчас. Лучшими не нужно казаться, надо просто ими быть. Честная работа журналиста, творческая оператора, ответственная режиссера и вообще всех членов команды. Вот простая формула успеха ЗАП-ТВ, что позволяет нам успешно конкурировать в общероссийских рейтингах с телеканалами из крупнейших городов нашей страны. Из последнего ЗАП-ТВ вошел в топ-20 региональных телеканалов Дзене по вовлеченности зрителей в ноябре этого года. Мы на 16 месте, единственная СМИ из-за Байкальского края в строчках этого рейтинга. Мы в топ-9 региональных телеканалов в Ютюбе. У ЗАП-ТВ седьмое место и 128 тысяч подписчиков. Подобных независимых исследований популярности и вовлеченности аудитории региональных СМИ проводится множество. И ЗАП-ТВ достойно представляет наш край во всех из них. Мы работаем для зрителей, сознательно избрав критичный подход с изрядной долей аналитики по вопросам жизнедеятельности нашего региона. Это наш стиль, наша направленность, которая находит отклик в сердцах забайкальцев. Мы уверены, в жизни много проблем и нет никакого смысла лакировать существующую действительность. Наши сюжеты набирают десятки тысяч просмотров и комментариев от вас, наших преданных и уважаемых нами зрителей. Кстати, ваши лайки, комментарии, репосты помогают распространять социально важные материалы по всему миру. В тесном сотрудничестве с вами, нашими зрителями, возможно, не только работа всей команды, но и абсолютно реальное решение многих проблем в регионе. Так работают социальные сети. Поэтому каждый раз, когда смотрите нас где угодно, ставьте лайки нашим выпускам новостей, сюжетам и программам в Ютюбе. Делитесь нашими публикациями в социальных сетях, на своих страницах, делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. Меньше слов и больше фактов. Новостные выпуски ЗАП-ТВ, отдельные сюжеты, набирают тысячи просмотров, что не только демонстрирует популярность телеканала, характеризует наших корреспондентов как профессионалов своего дела, но и дает широкие возможности для наших партнеров, желающих как заявить о себе, так и представить на рынке свое предприятие. Более полумиллиона подписчиков по всем социальным сетям и мессенджерам. Самые популярные платформы – это Ютюб, и напоследок наше приятное новшество специально для зрителей ЗАП-ТВ. Конкурс для самого активного зрителя, оставившего свои комментарии под видео в соцсетях. Подарок от телекомпании – возможность высказать свое мнение по тому или иному вопросу. Итоги мы будем подводить раз в неделю, победитель определится рандомно. И пока это все новости, о которых мы успели вам рассказать. Мы следим за развитием событий. Всего доброго и до встречи. Прогноз погоды на ЗАП-ТВ 21 декабря отмечается день зимнего солнцестояния. В среду погода будет солнечной. Ветер северный – 1 метр в секунду. Ночью минусовая температура от 28 до 30. И от минус 20 до минус 22 градусов днем. Оставайтесь с нами на Первом Независимом. ЗАП-ТВ 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 ЗАП-ТВ